Ну, потому что оно было красным и в пятнах. Точно как ты, Мэггон, когда ты болела ветрянкой. Ясно, Микки. Очень часто пятна означают болезнь. Но вспомни, у кого есть пятна, и он не болеет. Знаю, у коровы. Корова вся в черно-белых пятнах, но не болеет. Верно, Микки. Опять он был опять, Микки? А жучок в пятнах пятился. Поняли шутку? Пятился в пятнах. По-моему, жучок выглядел больным. Я хотел помочь ему. Ты очень добр, Микки. Что же ты сделал? Ну, я хотел принести аптечку, чтобы помочь ему, но когда вернулся, жучок уже улетел. А что, если он действительно болен, и никто не может ему помочь? Как нам быть, Мэггон? Может, Мэггон сможет нам помочь. Эй, ты тот самый жучок, что я видел. Тебе нужен постельный режим, пока ты не поправишься. Я прекрасно себя чувствую. Я беспокоилась о тебе. Я думала, что ты убежал, потому что боишься жуков. Нет, я не боюсь жуков. Меня зовут Люси. Привет, Люси. Я Микки. И что ты за жучок, Люси? Я божья коровка. Ты очень маленькая коровка, Люси. Значит, эти пятна на тебе все время, даже когда ты не больна ветрянкой? Вряд ли насекомый может заболеть ветрянкой, Микки. Микки думал, что ты больна, потому что однажды я болела, и была красной и пятна. Но мы всегда так выглядим. Очень маленькие наши яркие цветы пятна помогают большим животным замечать нас. Тебя сложно было не заметить, Люси. Твой цвет и пятна очень яркие. Я рада, что мы повстречались. В следующий раз не убегай так быстро. А давайте все вместе пойдем на поле и будем играть с Люси. Отличная идея, Мэгган. Мы легко найдем Люси благодаря ее красному цвету и пятнышкам. Скорее бы поиграть вместе с вами. Отлично! До скорого, Люси! Какая красивая! Ух ты! Божьи коробки классные! У них такие милые пятна. Я очень рад, что Люси здорова. Я тоже, Микки. Болеть не так уж весело. А пятна это весело. Я люблю пятна. И пятнашки. Играть пятнашки с тем, кто в пятнах. Дай пять, Фиона. Обожаю пятна. Мэгган, Гай, Фиона, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо. На божьей коробке много пятен. По ним ты узнаешь божью коробку. Ищи пятна и найдешь божью коробку. Они забавные. Вот она, божья коробка. Все любят божьих коробок. Все любят божьих коробок. Они забавные. Они забавные. Вот она, божья коробка. Все любят божьих коробок. Было здорово вместе с тобой узнать много нового про божьих коробок. А я-то думал, что божья коробка болит, когда увидел ее пятна. И я хотел ее вылечить. Но теперь я знаю, что есть много существ с пятнами. А пятна божьих коробок помогают всем заметить их. Надеюсь, Кори, ты снова придешь к нам. До встречи! Оно было большим и громко свистело. А еще дышало дымом. Что же делать, Меган? Может, моя книга сможет нам помочь. Это то самое чудовище, что я сегодня видел на тропе. Кто? Я? Нет, я не чудовище. Нет, нет, нет. Нет. Прости, если я напугал тебя моим свистком. Я только хотел убедиться, что ты не стоишь на путях. А лучший способ сделать это... Вот так. Ого! Вот это свисток! Как же громко. Что ты там говоришь, Фиона? Ничего. Повтори что? Прости, что принял тебя за чудовище. Но если ты не чудовище, то кто? Я поезд. Меня зовут Честер. Привет, Честер. Я Микки. Спасибо, что свистнул и предупредил меня. Рад стараться, Микки. Если я кого-то вижу впереди, то должен убедиться, что он не станет у меня на пути. Поэтому я делаю вот так. Ура! Что? 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 Ты сказал, на путях, Честер? А я думал, что это огромная лестница, что упала на землю. Нет, нет. Эти штуки из железа и дерева называют железной дорогой. По железной дороге мы в поездах ездим. Здорово. А чем занимаются поезда, Честер? Я перевожу туда-сюда грузы в больших коробках, которые называют вагонами. Я тащу их за собой. Ты очень сильный. Значит, по железной дороге ты ездишь в разные места. Почти как мы с Маган ходим по тропинкам. Именно так, Микки. Но я такой большой и быстрый, что иногда мне сложно быстро остановиться. Поэтому на железной дороге опасно играть. Честер, а ты перевозишь харьком? Конечно, Феона. Если хочешь прокатиться на поезде, то тебе всего лишь нужно найти ближайшую станцию. Только там можно благополучно сесть на поезд. Через дорогу от фермы есть станция. Может быть, прокатимся после нашего похода? Думаю, это было бы весело, Мэггон. Увидимся, Честер. До встречи на станции. Пусть да, такие классные. На них можно добраться куда только захочешь. Верно, дружище. А может быть, мы дойдем пешком до станции прямо сейчас? Отличная идея, Мэггон. Обожаю такие идеи. Ура! Что? Вчера? Мэггон, Гай, Феона, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо. Купи билет. Некогда объяснять. Мы прокатимся на поезде. Не знаю, куда мы поедем, Но я хочу услышать свисток. Мы хотим прокатиться на поезде. Вот это очень. Ура! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Может, моя книга сможет нам помочь Девушки отдыхают И всегда после дождя Меня зовут Рианна Рада познакомиться Привет, Рианна, я Микки Прости, но ты похожа на пятно Которая вчера получилась у нас с Мэган, когда мы смешали краски Вам немного красок Так же, как в вашей палитре, но я не письмо Я радуга Рианна, а что такое радуга? Радуга – это нечто особенное и разноцветное Мы появляемся сразу после дождя и состоим из света Я тоже светленькая! Прости, Фиона, ты светленькая, но ты не состоишь из света Верно, Мэган А я сделана из солнечного света Все цвета, что ты видишь, заключены в солнечном свете И когда солнце светит сквозь капли дождя, получаются такие вот разные цвета Значит, ты радуга из света Появляешься после дождя и сгибаешься дугой Да, поэтому меня и зовут Радуга И теперь ты всегда будешь на небе, Рианна? Нет, Микки Радуга – это ненадолго Но кто знает После следующего же дождя Я могу вернуться Ой, мы же хотели что-нибудь нарисовать Рианна, если ты не торопишься, давай мы тебя нарисуем Отличная мысль Думаю, вы как раз успеете, если начнете сейчас Хорошо придумал, Микки До свидания, Рианна Пока-пока Ух ты! Здорово, что я узнал про Радугу Давайте возьмем наши краски, чтобы успеть нарисовать Рианну, пока она не исчезла Пожалуй, я останусь тут и даем мои... О, кажется, не только Радуги исчезают Мои овощи тоже исчезли Да нет же, ты их съел Верно, Фиона Меган, Гай, Фиона, и я очень рада, что ты сегодня был с нами Спасибо Радуга Какая красивая и разноцветная Прекрасное зрелище Будто картина в небе Радуга Похожа на волшебство И глаз ей всегда радуется Желтый Голубой Красный, зеленый И другие цвета с ними вместе Радуга Такая красивая и разноцветная Прекрасное зрелище Будто картина в небе Канди Для твоих глаз Мне было очень интересно узнать о Радуге вместе с тобой А я-то думал, что кто-то разлил краску прямо в небе Но теперь я знаю Но теперь я знаю, что радуга состоит из света Который виден только после дождя Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам До встречи Они были маленькие, круглые и белые И кто-то вдалеке кричал Удар! Может, небо играло в вышибалы И как раз наступала его очередь бить Пожалуй, спрячусь у себя в домике От всяких ударов Может, небо просто хотело купить овощей И пошло на базар? Одна морковка Две морковки Три морковки Четыре морковки Магут, а как ты думаешь, что это? Может, моя книга сможет нам помочь Эй, это тот самый столб И флок, что я видел Смотрите, рядом с дыркой в земле лежат кусочки неба Кусочки неба? От них ты убегал сегодня днем, как я видела Я Пенелопа Клюшка Пенелопа к вашим услугам Привет, Пенелопа! Я Микки! Мы кричали тебе, что ты стоишь на пути шарика для гольфа и его друзей Но ты нас не слышал А что такое шарик для гольфа, Пенелопа? Гольф это игра, где такой клюшкой, как я, бьют вот такой шарик Привет! Чтобы попасть вот в такую лунку Сегодня я не видел, чтобы хоть один шарик попал в лунку Значит, игра закончилась? Не совсем, Микки Когда шарик рядом с лункой, нужно взять короткую клюшку И плавно послать шар в лунку И я покажу, как Точно! Но почему я слышал, как кто-то кричит Удар! Когда шарики летели к лунке Это не просто удар Это слово, которым гольфисты на поле предупреждают Что шарик летит в твою сторону Чтобы ты был осторожней Удар! А видишь, Микки, небо вовсе не разваливается Да, это всего лишь шары для гольфа. Верно, Микки. Кажется, гольф это забавно. Пенелопа, может, как-нибудь сыграем? С удовольствием. Но залетающих шариков очень важно, чтобы дети играли в гольф только со взрослыми. Фермер любит играть в гольф, и мы можем играть с ним. Отлично! До скорого, Пенелопа! Всем пока. Удачи, Гринг! Я очень рад, что небо не развалилось. И я соберусь научиться новой игре – гольфу. Молодец. Но сначала надо найти место, куда повесить наш флаг. Точно, я и забыл. Как насчет крыши нашего домика? Попросим фермера помочь повесить его туда, а потом пойдем вместе с ним играть в гольф. Отличная идея, Мэган. Ура! Прекрасно! Мэган, Гайфиона, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Отложи дела! Мы играем в гольф. Как только ты начнешь играть, тебе понравится. Просто держи клюшку двумя руками. И загоняй шар прямо в лунку. Бьешь по мячу, и не знаешь, где он упадет. Смотри, чтобы он не застрял в песке. И держи клюшку двумя руками. И загоняй шарик в лунку. Гайфиона, за сколько ударов ты попадешь в лунку? За четыре! Я так и знала! Просто держи клюшку двумя руками. И загоняй шар прямо в лунку. И загоняй шар прямо в лунку. Так здорово, что мы встретили пенелопу и узнали, что такое гольф. А я-то думал, что шарики для гольфа – это кусочки неба. Но теперь я знаю, что шарики стараются попасть в лунку на поле для гольфа. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! Прости, Гайф. Ну, ни яиц, ни гнезда я не видел. Но, кажется, птица ела сахарную вату. Что же делать, Маган? Может, моя книга сможет нам помочь? Смотрите, это тот самый комок с сахарной ваты, что я видел. Он выглядит очень аппетитно. Что? Что тут есть аппетитного? Сахарная вата, что вокруг тебя? Но мне нет никакой ваты. Я лишь недавно расчесал себе перья. Вот, все чисто. Никакой сахарной ваты. Я Ринго. Ринго Фламинго. Привет, Ринго. Я Микки. Но если это не сахарная вата на тебе, то что это такое розовое? Это же мои перья, Микки. У многих фламинго розовые перья, как и у меня. Обожаю фламинго. Особенно фламинго из сахарной ваты. Здорово. Я раньше никогда не видел фламинго. Я думал, что ты украл сахарную вату с карнавала. Прости, Ринго. Я понимаю, почему ты запутался. Сахарная вата розовая, как и я. Но нам фламинго больше нравится вкусная еда из пруда, например, из этого. Ух ты, еда из пруда. У тебя очень красивые розовые перья, Ринго. Ну, спасибо, Мэган. Я горжусь моими розовыми перьями. А ноги у тебя такие длинные. Сначала я думал, что это палки. Я искал палочку для моей сахарной ваты. А ты ведь раньше стоял на одной ноге. Я всегда стою на одной ноге, а вторую прячу в перья, чтобы ей было теплее. Я люблю стоять на одной ноге. Погоди-ка. Кажется, я вижу на краю пруда идеальную палочку. Да, Ринго. Она подходящая. Давайте все отправимся к пруду, чтобы достать твою палочку, Микки. Отличная мысль, Мэган. И мы можем там поиграть с Ринго. Отлично. А пока вы идете, я присмотрю за вашей палочкой. Здорово. До встречи, Ринго. Пока. Здорово. Фламинго такие классные. Пойдемте все к пруду за палочкой, а потом отправимся на карнавал. Да. Ребята, вы с нами? Ура, карнавал! Ура, сахарная вата! Ура! Песни! И песни. У меня уже есть идеальная палочка для сахарной ваты. Это морковная палочка. Ничто не сравнится с сахарной ватой на морковной палочке. Мэган Гой, Фиона, и я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо. Есть новый танец, называется Фламинго. Это твой шанс танцевать фламинго. Все танцуют фламинго. Все танцуем фламинго. Все танцуем фламинго. Одну ногу вверх, на другой ноге стоим. Качаемся, пока не упадем. А потом встаем обратно. Все танцуем фламинго. Все танцуем фламинго. Все танцуем фламинго. Все танцуем фламинго. Я так рад, что мы с тобой встретили Ринго и узнали столько всего о Фламинго. А я-то думал, что Ринго весь в сладкой вате. Но теперь я знаю, что у Фламинго мягкие розовые перья. И они не едят сладкую вату, они едят пищу, которую найдут в воде. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! Спасибо, Кать. Но дело не в посуде. Мне нужна помощь с другом. Я люблю все другое. С чем же тебе помочь, дружок? Кажется, я сломал пару игрушечных мячиков. Однажды я сломал морковные палочки пополам. Они стали вкуснее в два раза. Но я даже осколков не нашел. Они что, просто исчезли? Именно так, Меган. Игрушки исчезают. Прячьте игрушки, пока вы их еще видите. Это странно. А на что эти мячики были похожи? Но... Они были круглые, как шарики. И они блестели. Я мог видеть сквозь них. И они летали. Что же делать, Меган? Может, моя книга сможет нам помочь? Эй! Это же мой тазик с пеной. Где я хотел помыть посуду? Рад вас видеть. Я Сэмми. Пенка Сэмми к вашим услугам. Привет, Сэмми. Я Микки. Помоги нам, Сэмми. Мы ищем игрушечные мячики, с которыми Микки недавно играл. Простите, но я не видел поблизости никаких игрушечных мячиков. Но я видел, как Микки гнался за мыльными пузырями. Мыльными пузырями? А что это за мыльные пузыри такие? Мыльные пузыри – это круглые блестящие шарики из мыла, что появляются из мыльной воды. Вот, например, летят мыльные пузыри. Они выглядят точно как мячики, за которыми я гонялся сегодня. Значит, они вовсе не игрушечные мячи, Сэмми. Именно, Микки. Мыльные пузыри – это маленькие частички мыльной воды, наполненные воздухом. Поэтому они летают. С ними весело играть, но... Ой, пузыри исчезли, как и в прошлый раз. Можно сказать, что они исчезают. Но если точнее, они лопаются. Но ничего такого. Их будет еще очень много. Так, значит, я не ломал пузыри. Они просто лопнули. И можно наделать еще пузыри с помощью мыла и воды. Давайте дамоим посуду вместе и пойдем играть с Сэмми и мыльными пузырями. Отличная мысль, Меган. До скорого, Сэмми. Пока. Ух ты, мыльные пузыри такие классные. Да, Микки. А если они лопнут, можно сделать новые, взяв воду и мыло. Я люблю мыльные пузыри. Они такие мыльные. Мыть посуду с ними веселее. Обожаю мыть посуду. Всегда мою тарелку после еды. Меган, Гай, Фиона, и я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо. Спасибо. Пузыри. 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 Ура! Пузыри. 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 Ура! Пузыри. 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 Давайте вместе споем! Вы же знаете слова! Пу-з seconds to the music Пузыри-пузыри, пузыри! Пузыри-пузыри, пузыри! Ура! Пузыри-пузыри, пузыри! Ура! Пузыри-пузыри, пузыри-пузыри! Ура! Девушки отдыхают Девушки отдыхают